Музыка Продолжение следует... Музыка С вашей стороны представители по доверенности имеются... Ну, для начала мне как-то разъясните мои права. Я пока спрашиваю, на сегодняшний день в судебное заседание кто-либо из лиц, представляющих ваши интересы по письменному ходатайству, по ордеру адвоката, по нотариальной доверенности, явились... Есть по письменному представлению, это подано в электронном виде, раз. А во-вторых, я могу сейчас... Прямо сейчас заявить, да, о письменном ходатайстве с вынесением письменного определения о представителях моих... С помощью... Выключите, пожалуйста, телефон... По представлению в зале судебного заседания... Мои будут и также будут представлять интересы Усманов, Рафаэла Раисовича и Ирина Иванова, Ирина Александровна Иванова при помощи... Подождите минуточку. Вопросы представительства со стороны господина Иванова и господина Усманова мы будем решать далее. Я пока выясняю, кто у меня сегодня явился в судебное заседание. Устанавливаю его личность и знакомлюсь с документами, подтверждающими эти личности. Вы утверждаете, значит, что ваши интересы в данном процессе будут представлять два гражданина, фамилии которых вы назвали... Это... Нет, они не два гражданина. Что значит два гражданина? Будут представлять мои интересы, во-первых, члены общественного движения, общественный контроль, правопорядка. Я знаю, что кто сегодня явился. И опять же, он тоже является представителем общественного движения, Рябов Александр. У нас в зале судей рассматривают здесь гражданину. Пожалуйста, пусть ваши представители предоставят суду документы, удостоверяющие их личности. Александр, мы тоже можем предъявить документы. Расставить тирает. Паспорт у вас есть? Паспорт вообще у меня есть, но он с неправильной печалью. То есть незаконный. Хорошо, второй гражданин, какие документы по личности не имеют? Хорошо. А еще так же... Пока подождите. Мы пока еще не дошли до той стадии, по которой вы правили заявление, что вы не представите. Подождите, но вы хотите ознакомиться с документами моих представителей? Мои представители готовы сейчас предоставить вам документы с помощью электронных средств связи. А вы готовы их принять? Нет. А они не готовы принять документы? Присаживайте. Почему вы как-нибудь... А какие основания для... Вы присядьте, если вы транслируете, вы присядьте... Пожалуйста, назовите, пожалуйста, норму закона, по которому вы запрещаете показывать представителям свои документы. И не хотите ознакомиться. Присаживайте. Пока вопрос... Да, занесите, пожалуйста, протокол судебного заседания. Речь идет о публичных правоотношениях, а не о частных правоотношениях. Это не личный. Менеется вся природа правоотношений. Одни стеснений и законодательные облады, подлежащие применению. Значит, на сегодняшний день граждане, которые вещают у вас из сети, не являются участниками процесса. А в данном случае они нарушают... Как это они не являются участниками процесса, если я вам сказал, что данные граждане могут предоставить в зал судебного заседания свои документы, вы отказались их принять? Потому что мы сейчас будем решать вопрос о возможности вообще продолжения рассмотрения... Да, это как раз будем и решать этот вопрос. Поэтому первым вопросом мы разрешаем ваше ходатайство, которое имеется у меня в материалах дела. Разрешение на осуществление видеосъемки. Видео. И также я вам могу предоставить сейчас ходатайство, которое тоже поступало в ваш суд о ведении на публичность и гласность процесса с помощью скайпа и других фиксирующих процесс заседания электронных средств. То есть сейчас проводится электронная фиксация судебного заседания. Потому что у вас в зале, например, насколько я вижу, отсутствует... А, есть, да, присутствует все-таки видеосъемка, но видеосъемка, я не знаю, ведется она или нет, потому что у вас не фиксируется видеосъемка. Когда я просил предоставить видеосъемку суда 19 декабря... Посредством комплекса Фемита... Выключите, пожалуйста. Посредством комплекса Фемита у вас проводится видеосъемка? Суду вопросы не задают. Ну как это не задают суду вопросы? Значит, мы... Глава провозит обсуждение вашего ходатайства. А, правило существует... Значит, мы принесли выдержание, председание... Я выгрожаю на это... В соответствии с ответом веществом 2-й статьи 156-й... Он признал, что проставила комплекса Эдрахна, я принесли выдержание, я принесли выдержание, я принесли выдержание, выключите его... Я ходатайствую письменно, и прошу вынести письменный ответ на мое ходатайство о ведении по скайпу. Приступите в действующих день у меня... Не поверите обжаривать, пожалуйста, и окраздите... А, огласите обжаривать... Порядок обжаривания, вычерного определения... Определение сначала вынестите письменное, то есть... Значит, если вы будете указывать, как мне вести процесс, то я могу вывести вас с помощью судебных приставов... А это не... это не... у нас решаются не личные вопросы здесь, это касается именно моих... Вы будете со мной пререкаться, я вам делаю предупреждение... Александр, вы будете отставить на то, что я обеспечила ваши права... Обеспечьте мои права... Обеспечьте мои права... Значит, по поводу ходатайства о ведении видеосъемки и трансляции из зала судебного заседания в непонятные средства интернета... Дану судебного процесса представитель ответчика вашего задания... Я, Кларовая... Представитель предупреждения... Разрешаю... 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 Поясните, пожалуйста, для каких целей вам нужна видеотрансляция... Видеотрансляция... Вы бы не выслушали еще вопрос... Александр, для сбора доказательств и ведения судьей процесса на основании закона... Сбор доказательств... Сбор доказательств для осуществления своей... Видеофиксации нарушения судебного заседания... И нарушение... То есть, и соблюдение моих прав в данном заседании... Которые были нарушены, кстати, не единожды с помощью судебных присылов, по которым вынесено оправдательное решение... И в данном заседании, я просто вижу, опять нарушения эти происходят... Хорошо... И я хотят сказать, что при общении записи к материалам дела... И я хотят сказать, что при общении записи к материалам дела... Выключите звук и внушайте... Значит, вы в своих ходатайствах неоднократно ссылаете на норму международного права... Да... Так вот, согласно норме международного права, в том числе применяемого в европейских странах, осуществление видеосъемки зала судебного заседания лиц участвующих в деле... Осуществляется исключительно с согласием суда участвующих в деле лица... И если вы внимательно смотрите интернет, телевидение... Вы видите, что большинство судебных процессов фиксируется путем рисунков, а не передачи изображений участников процесса... Этоутличное контрактение. Выключите запад... Это, скажите, это закрытый процесс, или закрытый? Процесс открытый. Правоспособность... Давайте, с чётом... ...выключите, пожалуйста, звук. Выключите, пожалуйста, звук. Вы обязаны подчиняться этим нормам. Выключите, пожалуйста, звук. Значит, с учетом норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав ходатайство ИССА, мнение участвующих в деле лиц, суд полагает возможным разрешить видеосъемку судебного заседания в лице вас и ваших представителей. Суд снимать нельзя. Отворачивайте ваши обороты. Можете осуществлять трансляцию. Сказали, что отвернуть аппарат и не производить видеосъемку. Куда отвернуть? Отвернуть, судью не снимать. Почему? А почему? Судья это должностное лицо. А вы должностное лицо? Если судья запрещает ее снимать, она сознает конфликт интересов и подлежит отводу. Значит, я произвожу. Значит, я произвожу. Я вам предупреждаю. Вы должны принять этот лиц, применить за ждание обороняйских комиксов судебного процессу. Так, выключить его нарушение за контролирующимся правдоверентальное право. На этот случай, поведом на Богу, тысячи не будете предоставить гривене вас в роде, державania вашей противоправной журножести. Вы дали вам решение, я вас еще раз предупреждал. Если вы сейчас не выполните мои требования, в отношении вас будет составлен административный материал. Я все, я понимаю. Разверните, пожалуйста, камеру. Вы превышаете. Слышите, да? Разверните камеру в вашу сторону. Я вас третий раз предупреждал. Я видеозапись смогу. В противном случае вы будете снимать себя. Себя, своих представителей, не ограничены. Судя запрещает видеосъемку делать. Что делать? Я разрешаю вам нести видеосъемку. Вынесите, пожалуйста, письменное определение по этому. Я просил. Занесите это в протокол. Звук выключите, пожалуйста. Я не могу это представить или я не могу. Я понимаю, что я не буду выполнять преступные требования вас будут составлены на территорию. Нету... Судя указания дает, что у вас нет поломок. Уже были... Смирите, пожалуйста, вы употребляете! Докторый по-моему, и не превышаете! Попристав... Пристав вот сейчас... Пытает... Я не могу подчиняться. Самоотвод тогда возьмите. Либо вы опять нарушаете, и я буду опять вызывать в зал судебного заседания полицию. Хорошо. Хорошо. Пожалуйста, отказывайтесь подчиняться. Это будет отражено? Да, да. Это будет отражено. А теперь, собственно, тот вопрос, ради которого мы сейчас и будем рассматривать ситуацию. Значит, законодательской Российской Федерации, гражданином которой вы являетесь, не воспользовавшись предусмотренным за законом правами, которые рекламентируют гражданам России возможность с 1 января 2017 года подавать исковое заявление в суд как на бумажном, так и на электронном виде, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке установленного законом правительством Российской Федерации, в распоряжение Центра его суда поступило заявление от вашего имени по электронной почте суда. Да. Вместе с тем выявилось, что документы, рисковое заявление с приложением «Голбанинка» в электронной виде через информационно-телекоменционную сеть интернет, электронной почтой с адреса соответствующего поступившего в адрес Центрального районного суда 10 января 2017 года, не соответствует общим требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 года номер 220 о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в части применения электронных документов и деятельности органов судебной власти, а также утвержденного 27 декабря 2016 года порядка передачи в Федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в том числе в книге электронных документов, утвержденного приказом судебного департамента за номером 251 Примерховного судья Российской Федерации 27 декабря 2016 года и введенного в действие с 1 января 2017 года. Согласно данному приказу, утвержденному судебным департаментом Примерховного судей Российской Федерации утвердившим порядок подачи в Федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронных документов оборудования, предусмотрен специальный работник аппарата суда, который ответственный за прием документов в электронном виде. Данная инструкция предусмотрена, что прежде чем любое исковое заявление, поданное в том числе в электронном виде поступает для принятия процессуальных решений судья, проверяется на предмет соответствия порядку и возможности осуществления электронного документа оборудования в судах общей юрисдикции. Согласно поступившему адресу главного специалиста Центрального Суда города Кремграда, что указаны в них, что документы не соответствуют требованиям данного федерального закона, поскольку они должны были быть поданы через интернет. Последством государственного портала услуг через личниками нет пользователя, созданного в разделе процессуальных документов в электронном виде официального сайта суда, который расположен на интернет-портале «Газправосудие». Пункт 1.2.1.1. Порядка условий подачи документов в электронном виде. Документы, поданные в суд, не соответствуют порядку подачи федеральной суды общей юрисдикции и не могут быть признаны поступившими в адрес суда. С учетом выявившейся ситуации, значит, у вас есть возможность продолжить реализацию и защиту своих прав посредством письменного искового заявления. Для того, чтобы мы рассматривали ваше исковое заявление как письменное, но поданное в упрощенном порядке через электронную почту суда, вы можете сегодня в судебном заседании в предварительном осуществить личную подпись под исковым заявлением. Но при этом, значит, вы решаетесь вправо, вы и ваши представители, которых вы заявили, проживающие во Франции, прошлом году, Иванову, и проживающего в Латвии или в Литве, да, гражданина? В Литве. Иванова, значит, контактировать к суду, а также участвовать в разбирательстве данного дела посредством вот электронного процесса и так называемой вот этой публичности. Если... Если... Да, вы хотели предоставить нам время и возможности для того, чтобы обсудить то, что сейчас было озвучено. Либо второй вариант, значит, поскольку, безусловно, на сегодня установлено, что поданное вами исковое заявление не подпадает под правила ведения судопроизводства в электронном виде. А чем не подпадает? Скажите мне, пожалуйста, а где именно нарушение? Применять процессуальный кодекс, а правила должны соответствовать процессуальному кодексу. Правила могут дополнять гарантии процессуального кодекса и уменьшать их. В процессуальному кодексу нет никаких претензий и требований к подписи, к форме документов. Вопрос не в подписи, а в электронном образе документа, то есть искового заявления. Для того, чтобы ваше исковое заявление могло быть принято к производству суда и осматриваться в том виде, который вы позиционировали изначально, вы должны были подать это исковое заявление через государственный портал услуг. Да я не должен еще раз объяснять, потому что я подаю именно удобным для себя способом. Значит, вы, значит, принесли речи о этой подписи, то пусть вы создали документы и подпиши их. Вы обращались... Подпиши их сейчас. Рафаэль, а не знаю, что судья говорит о том, что если я подпишу документы, я лишаюсь вашей защиты, как защитников. Причем, значит, подпиши документы, это будет оборота. Это будет необходимость для того, чтобы распространять дело по существу. А судья говорит о том, что я лишаюсь вашей защиты, я якобы подписав... Вы неправильно. Объясни, я так понял. Нет, значит, если вы подписываете своей личной подписью вот этот текст искового заявления, который есть у меня под шину денег, то мы будем рассматривать ваше гражданское дело в обычном порядке, без учета электронного документа оборота, без... Я сегодня слышу, Александр, подпиши все документы, которые перешли в суд от нас. От нас, которые документы перешли, подпиши их и начинай рассматривать дело. Распределем, у нас подано ходатайство о признании за нами права на электронные документы оборота. И этот суд у нас ничего не принимает в электронной почте. Ни через защитный кабинет, ни через полиэлектронную почту. Надо решить вопрос, почему они не признают электронную подпись, не способен их зашить. Я, кстати, сегодня попала в данную прокуратуру, в Генеральную прокуратуру, из прокуратуры Калининградской области, о том, что почему суды игнорируют электронную подпись. Вы, получается, не встали, а в вас, вот там ваши граждане кричат, а я пытаюсь, значит, определиться, таким образом вы собираетесь... А я тоже пытаюсь... Подождите, вы, то есть, вы собираетесь защищать свои права, Вот путем электронного документа оборота. Да, да, в том числе... То есть, вы не сможете меня подписывать, и с какого я заявляю? А мне надо время на отдумывание. Нет, он может и подписать. Я могу и подписать, и с подпишем. Он только подтверждает, что это его электронная подпись, и с рукописной подписью подтверждает. Документы, электронный документ оборота в данном случае исключаются. Они говорят, что исключаются документы оборот, если я подпишу сейчас подписью, исключаются... Почему он исключается? Вот это, знаете, не исключается, потому что в той же причине, что в Конституционном суде вы рассматривали дело 15 января 2000 года. Мы рассматриваем вопрос доступ к правосудию по правилам, которые приняты в Российской Федерации с 1 января 2017 года. Поэтому то, что было в 2000 году, сейчас разрешение не подлежит. Поэтому я вам говорю, что у вас есть два пути. Первое, значит, мы переходим на обычное судебное производство путем подачи в письменной витте электронного... В письменном витте исключается. Электронное заявление не смотрится в том, что в Конституционном суде не играет в роли. По электронной почте непосредственно суды, это совершенно дойду же. Какой норме законы, а вы же электронный подпись и не смотрят в документах. А вот, скажите, пожалуйста, так. Вы, вот, чувствуете самое, что есть сейчас? Подойдете через государственный портал госуслуг с соблюдением тех требований к этим документам, которые предусмотрены вот в этих правилах документов обороны. Значит, когда вы эти документы через портал госуслуг подаете, то там, значит, вы должны соблюсти условия подачи документов в электронном виде, порядок заполнения определенной формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуляционной сети интернет, и соблюсти процедуру завершения подачи документов. Вот эта процедура, который вы избрали, значит, определяет возможность поступления искового заявления в суд, и это обстоятельство фиксируется специалистом. И когда, значит, в рамках вот этого порядка будут проверены соблюдения 13 пунктов, 12 пунктов, которым должно соответствовать ваше электронное исковое заявление, оно будет считаться поданным, и соответствующий специалист суда в электронном виде направляет вам соответствующее уведомление о том, что документы признаны поступившими в суд. А вот объясните мне, я подаю постоянно документы с подтверждающими скринами электронной подписи, что подпись действительно, мне возвращают просто назад эти документы, мне приходится подписывая их опять возвращать в суд. Объясните мне норму закона, которая мне запрещает ставить обычную электронную подпись на жалобы, на заявления. Я вам еще раз говорю, что существует... Значит, в том числе специального закона, специального закона о электронной подписи не соответствует подпись. Какой должность закона этого не соответствует подпись? Я не буду вступать в полемику с гражданами, которые... О, это граждане мои защитники. Значит, вот, то есть вы какую форму выбираете? Обычную письменную форму искового заявления? Или все-таки... Все способы, которые не запрещены в законах, будут пользоваться в полемах, согласно статье 105 Конституции? Я настаиваю, чтобы оба способа были приведены в действие здесь. На каком основании вас ограничивают в способах обращения? Почему не ограничиваете способы подачи? Хорошо. Суд удаляет защищать одну комнату для меня решения в рамках данных обстоятельств. Объединение. 12 февраля 2017 года. Центральный районный суд города Тренинград в составе. Председательствующего судья Сергеева, председатель Номикова. Расслабляя в открытом предварительном судебном заседании. Висковое заявление главанинка Александра Николаевича. Государственного бюджетного учреждения здравоохранения и психиатрического больницы Тренинградской области номер 2. Прокурателем московского района города Тренинграда. 3. ФК Калибрадской области, Калибрадский фирм, ООО Соглас Мест, об установлении факта нарушения права и свободы, об установлении факта приведенного применения психотропных препаратов, взыскания компенсации судебных расходов, установить. 2. ФК Калибрадский фирм, ООО Соглас Мест, об установлении факта нарушения права и свободы, об установлении факта приведенного применения психотропных препаратов, взыскания компенсации судебных расходов, документ подан в суд в электронном виде, что допускается в 1 января 2017 года в соответствии с дополнением, внесенную в статью 131 гражданского официального кодекса РФ, Федерального закона МАК 23 июня 2016 года, номер 223, согласно которому исковое заявление, подаваемое посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда, информационно-техниционной сети интернет, подписываясь усиленной квалифицированной подписью в порядке, установленном законодательством РФ. Приказом Судебного департамента при Верховном суде РФ от 27 декабря 2016 года, номер 251, по подтверждению порядка подачи в Федоральный суд и Общей Редикции документов в единомоченную форму электронного документа, установлен порядок подачи в Федоральный суд и Общей Редикции документов в Swedish в том числе в форме электронного документа. Согласно разделу 4 мазанного порядка вопроса о подаче документов в суд в электронном виде контролируется работникам аппарата суда, ответственным за прием документов в электронном виде. После возбуждения настоящего гражданского дела на значение предварительного судебного заседания, по сообщению главного специалиста Центрального района суда в адрес судей выявилось, что поданное документ, исковое заявление с приложением Долбаненко в электронном виде через информационно-телекоменционную сеть интернет и электронной почты, поступившей в адрес Центрального района суда 10 июня 2017 года, не соответствует общим требованиям Федерального закона 223 июня 2016 года. Обнесение незаменимого в отдельные акты Российской Федерации в части применения электронного документа в деятельность органов судебного власти, а также утвержденного 27 декабря 2016 года, полетка подачи в Федеральные суды общей редикции документов в электронном виде. В личной форме электронного документа, утвержденного приказом Департамента, номер 251, 27 декабря 2016 года и введенного в действие с 1 января 2013 года. Документы в суд признаются поступившими, если они поданы через интернет, через личный кабинет пользователей с органов в разделе подачи профессиональных документов в электронном виде официального сайта суда. Не соответствует порядку подачи в Федеральный суд общей редикции, поэтому не могут быть признаны поступившими в адрес Центральный. В связи с указанным вставительством судов передоступного больника поставлено на разрешение вопроса способа обращения в суд на бумажный носитель или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа оборудования, подписанного электронной подписью в порядке установленного законодательства Российской Федерации. Естественно, настаивает на последней форме обращения. В соответствии с статьей 152-й части 4-й Гражданского официального кодекса, при наличии обстоятельств предусмотренных статьями 215, 216, 220, 220, абзацом 2-м 6-й статьи 222-й Гражданского официального кодекса, производство поделок в предварительном суде заседаний может быть приостановлено или прекращено, заявление оставлено без рассмотрения. В связи с возможным, применяя в соответствии с положением части 4-й статьи 1-й Гражданского официального кодекса Российской Федерации, правила об аналогии права, в суд приходит к выводу об оставлении заявления без рассмотрения, поскольку в данном случае заявление не подписано лицом, или подлинное лицо, не имеющим полномочим его подписанием и предъявление иска. Согласно статье 223-й Гражданского официального кодекса, после устранения обстоятельств послуживших, основания для оставления заявления без рассмотрения, заинтересованное лицо вправе вновь обратиться в суд заявленно в общем порядке, как на бумажном носителе, так и в электронном виде соблюдения условий подлечения документов, в электронном виде порядка заполненных форм, размещенных на официальном сайте суда. На основании должного руководства статьи 1-й, 152-й, 222-й, 223-й, 224-й, 224-й Гражданского официального кодекса, суд определил, исковое заявление для абонента Александра Николаевича, «Психиатрическая больница Калининградской области номер 2», «Прокуратура Московского района города Калининграда», «Политие лицо ФК по Калининградской области», «Калининградский филиал ООО «Согласметр», «Установление факта нарушения прав на свободу», «Установление факта применительного применения психотерапевтических препаратов», «Засыскание компенсации судебных расходов» оставить без рассмотрения. Все интересованные лицо вправе вновь обратиться в суд заявлением в общем порядке, как на бумажном носителе, так и в электронном виде, соблюдением условий подачи документов в электронном виде, и в других тренингах, рассмотренные законодательством Российской Федерации. На определение суда в течение 15 дней может быть подана частная жена. Заверенную копию определения суда можно будет получить завтра после обеда у моего помощника». Скажите мне, на определение, у вас там написано, что я настаиваю на какой-то из вариантов подачи заявлений. Я настаиваю на обоих вариантах подачи заявлений, как в электронном виде, так и в письменном. Я понимаю, но вы там пишите, что я якобы настаивал на этом. Я не настаивал на обоих. Спасибо. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Прежде всего, в словах искренней глубокой благодарности Судейскому корпусу Российской Федерации. Благодарность за то, что была проанализирована судебная практика судов и общей юрисдикции арбитражных судов. Вопросы, связанные с изменениями, дополнениями материального закона, партизуальных законов, вопросы действия Кодекса судейской юридики, вопросы организации, финансирования, изменения судоустройства, вопросы судоустройства, судопроизводства. Все они были, практически все направления деятельности судов Российской Федерации были обсуждены не формально, не догматически, а заинтересованно, внимательно. Уважаемые коллеги, примите еще раз искреннюю благодарность, признание, мои самые наилучшие вам пожелания. Я желаю, чтобы было так, как всегда. У нас результаты с вами есть поразительные, которые отметили наши коллеги из Европы. Наша системная с вами работа, все может быть разрешено только в одном случае, не лозунгами, не ярлыками, а вдумчивым, постоянным и системным подходом к решению этих вопросов. Тогда результат будет, он у нас есть. Спасибо, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok